Друзья, всем привет! Мы обещали вам масштабный сравнительный тест седанов бизнес-класса. Поэтому встречайте новый Genesis G80 из Кореи против всех представителей большой немецкой тройки. Рестайлинговый Mercedes G-класса, Audi A6 последнего поколения и, конечно же, обновленная пятерка BMW. Сегодня будем подробно разбираться, на какой уровень вышли корейцы относительно немцев со своей красивой новинкой. И попробуем определить, какой из этих седанов наиболее гармоничный и наиболее интересный на ходу. Погнали! Коротко представлю вам Genesis G80, поскольку сегодня это главная наша новинка. В основе этой машины новая платформа с продольным расположением силового агрегата, такая же, как у кроссовера GV80, который мы недавно сравнивали на нашем канале с BMW X5. Двухрычажная подвеска спереди, многорычажка сзади. В качестве упругих элементов используются исключительно пружины, плюс электроусилитель руля и электрогидравлический усилитель тормозов. Здесь кузов из высокопрочных сталей с очень хорошим уровнем безопасности и огромное количество умных водительских ассистентов. Причем уже были проведены краш-тесты Euro NCAP и в них G80 все отработал на отлично, в том числе и тесты системы автоматического экстренного торможения. И, кстати, обратите внимание на записи краш-тестов, как срабатывает редкая центральная подушка безопасности, которая находится между водителем и передним пассажиром. Плюс здесь новые моторы, доработанная трансмиссия и, конечно, ставка не только на технику и оснащение, но и на дизайн. Попробуйте вспомнить, как выглядел прошлый G80, а я думаю, сделать это будет весьма непросто, потому что ничего особо яркого там не было. И посмотрите, как выглядит G80 сейчас. Получилась такая изящная смесь Bentley, Jaguar вот с этим элегантным профилем. При этом сам общий образ получился весьма оригинальным. Мне нравится. У G80 есть несколько важных отличий от соплатформенного кроссовера GV80. Во-первых, у нас в России для этой машины недоступен дизельный мотор. Он есть на других рынках, но это не трехлитровый дизельный V6, как на кроссовере, а лишь скромный четырехцилиндровый дизель 2.2. Кроме того, здесь нет задней электронно-управляемой блокировки дифференциала, а еще по-другому скомпонована задняя подвеска. На кроссовере пружины и амортизаторы стоят отдельно, а здесь на седане они объединены в стойки. И надеюсь, это даст положительный эффект, потому что, по сути, главная моя претензия к кроссоверу GV80 касалась как раз неудачно настроенной задней подвески. На остальных машинах также подробно останавливаться не будем, потому что про каждый из этих немецких седанов на нашем канале есть отдельные ролики. При желании можете их посмотреть, ссылки будут в описании. А сейчас сосредоточимся на сравнении и переходим к технике именно этих конкретных тестовых версий. И начнем с самых популярных седанов в этом классе на российском рынке, с пятерки BMW и с Mercedes E-класса. Итак, G30 у нас сегодня в своей самой сбалансированной и, наверное, самой желанной версии 530D X-Drive. Мотор B57, рядный трехлитровый шестицилиндровый дизель с одной турбиной. 249 сил и 620 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передачи это, конечно же, классический восьмиступенчатый автомат ZF, а полный привод это традиционный BMW X-Drive. Основной момент идет на заднюю ось, а передок подключается муфтой. Вот эта пятерка в комплектации, которая называется M-Sport Plus. И сейчас такая машина стоит в районе 5 миллионов 600 тысяч рублей. Теперь рестайлинговый E-класс. И если вы думаете, что у нас сегодня какая-нибудь скучная заезженная версия вроде E200, то вы ошибаетесь. Этот E-класс довольно редкий гость на наших дорогах, но от этого он ничуть не менее интересен. Это версия E350D FOMATIC с трехлитровым дизелем. Причем это рядный мотор из свежего семейства с индексом OM656. И по компоновке, по технике он близок к BMW-шному дизелю. В Европе этот мотор с двумя турбинами выдавал 286 сил. Потом его мощность подняли до 330 и получилась версия E400D. А у нас сегодня отдача 249 сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передачи это классический 9-ступенчатый мерседесовский автомат. А полный привод здесь постоянный со свободным межосевым дифференциалом. И сейчас такой E350D SPORT PLUS это примерно 5 миллионов 800 тысяч рублей. И кстати интересный момент, который я только недавно узнал. Именно у ешек в комплектации SPORT и SPORT PLUS, на которой идет обвес AMG Line, будет свой оригинальный капот вот с такими ребрами. А на обычных E-классах, которые у нас кстати продаются довольно редко, капот в этом месте будет ровным. Дальше идет Audi A6. В нашем отдельном видео про эту машину у нас была версия 45 TFSI Quattro с 2-литровым бензиновым турбомотором. А это 45 TDI Quattro. Здесь стоит 3-литровый дизель V6 с одной турбиной. И выдает он точь-в-точь, как на Мерседесе, 249 сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. А главная особенность версии 45 TDI это трансмиссия. Потому что если у обычной бензиновой A6 стоит привычный 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод Quattro Ultra с подключаемой задней осью, то здесь история посерьезнее. Коробка передачи это 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором, причем это тот же ZF8 HP, что и на пятерке BMW. А полный привод это классическая трансмиссия Quattro с несимметричным межосевым дифференциалом Torsen с акцентом на заднюю ось. Кстати, вот эта A6 сегодня в очень богатой комплектации и сейчас по прайсу такая машина стоит примерно 6,2 миллиона рублей. И наконец тот, ради кого мы собрали этот большой тест. У Genesis G80 те же 249 сил, что и у немцев, но мотор бензиновый, потому что, как я уже говорил, дизеля у этой машины в России не бывает. 2,5 турбо, 4 цилиндра и комбинированный впрыск. То есть здесь стоит по две форсунки на каждый цилиндр, одна обычная и другая непосредственного впрыска. Причем давление аж 350 бар, хотя обычно эта цифра в районе 200-250 бар. И, конечно, крутящий момент здесь гораздо скромнее, чем у дизельных немцев. 422 ньютон-метра. Коробка передачи G80 это 8-ступенчатый классический автомат собственной разработки концерна Hyundai. А полный привод такой же, как у BMW, с муфтой, которая подключает переднюю ось. А теперь самое важное. Даже в топовой комплектации, по традиции для корейцев, Genesis значительно дешевле немцев. Например, вот эта машина в комплектации Luxury с дополнительными пакетами и с огромным количеством опций стоит 5 миллионов 200 тысяч. Друзья, если вас интересуют цены на эти и многие другие новые автомобили от официальных дилеров, если вы хотите узнать, какие сейчас скидки дают за кредит, за трейд-ин и какие-то другие спецпредложения, то заходите на сайт автоспот.ру, где собрано огромное количество автомобилей от официальных дилеров. А еще через автоспот можно записаться на плановое ТО по выгодной цене. Для этого просто указываете свою марку, модель и модификацию, указываете номер ТО, а после этого кликаете на карте на самую лучшую цену. Сейчас такая онлайн-запись работает в Москве и Санкт-Петербурге, причем предложения представлены только от официальных сервисов, поэтому гарантию вы не теряете. Теперь давайте определимся с подвесками, потому что, как обычно, в дорогом бизнес-классе есть множество разных вариантов шасси, и это впрямую влияет на плавность хода. Итак, все машины у нас сегодня на пружинах BMW, Audi и Genesis с адаптивными амортизаторами. Причем для пятерки это распространенный вариант, который входит вот в эту востребованную комплектацию M Sport Plus. На Audi A6 у нас стоит еще и динамическое рулевое управление, то есть это переменное передаточное отношение спереди и подруливающая задняя ось. А у Genesis G80 есть своя оригинальная фишка. Здесь работа адаптивных амортизаторов завязана на вот эту фронтальную камеру, которая сканирует пространство перед автомобилем, и в теории машина должна заранее подстраивать стойки еще до проезда препятствия. И еще посмотрите, что здесь написано на шинах. G-O-E, то есть Genesis Original Equipment. Это 19-дюймовый Michelin Pilot Sport 4, разные широкие шины, а это значит, что шасси настраивали специально под эти шины и делают эту смесь специально для G80. А Mercedes сегодня на стандартной пружинной подвеске с пассивными амортизаторами. Адаптивные стойки для рестайлингового Е-класса вообще недоступны, а называется вот такая стандартная подвеска по конфигуратору Agility Control, и на ней продается большинство ешек в России. Коротко скажем про багажники. У всех немцев по объему они близки. По 530 литров у Audi и у BMW, 540 литров у Mercedes. У всех автомобилей есть электропривод крышки, а вот заявленный объем багажника у Genesis аж на 100 литров меньше, чем у немцев, если быть точным, 424 литра. И еще из-за характерной формы кузова у G80 более узкий проем. Перед тем, как оценить интерьер Genesis'а, коротко пройдемся по салонам немецких машин и начинаем с пятерки. Сегодня это, пожалуй, самый аналоговый, самый классический интерьер в нашем тесте. Минимум здесь сенсорных панелей, по сути есть только вот этот тачскрин мультимедийной системы, а все остальное это настоящие физические кнопки, которые приятно нажимаются. И вы знаете, мне это нравится. Да, кто-то может сказать, что это выглядит уже не так свежо, как остальные интерьеры, но все, безусловно, удобно. Вообще, замечу, что сегодняшнее сравнение интерьеров – это все-таки история больше про разные вкусы, потому что кому-то понравится одно, кому-то другое. Посадка за рулем в пятерке, конечно же, близка к идеалу. На нашей машине стоят комфортные передние сидения с ломающейся спинкой, в который раз я уже говорю, что это одни из лучших кресел вообще в мировом автопроме. Действительно, очень они удобные, есть множество регулировок. Боковая поддержка, длина подушки, естественно, регулировка поясничной опоры, электрорегулировка подголовника и вот эта фирменная ломающаяся спинка. Подойдут эти кресла водителям, ну, практически любой комплекции. Мне нравится, что здесь классический блок климата, мне нравится вот этот удобный джойстик управления трансмиссией, понятная шайба мультимедийной системы, сама мультимедийка, современная, большой 12-дюймовый экран с хорошим разрешением, контрастная, красочная графика. Все это шустро работает, хороший отклик, множество возможностей для настроек, есть виджеты, есть интерфейсы Apple CarPlay. В общем, со всем этим моментально находишь общий язык. Во всем этом меня смущает, наверное, только одна единственная деталь. Это BMW-шная современная цифровая приборка со странным дизайном. Очень хочется, чтобы сюда, наконец, добавили какую-то классическую тему с нормальными шкалами. После пятерки интерьер Е-класса воспринимается таким легким, воздушным, можно даже сказать, изящным. Здесь минимум острых граней, минимум каких-то углов, плавные линии. И есть ощущение, наверное, такого домашнего уюта. Мне очень нравится, что вот эта вставочка на центральной консоли здесь сделана не из глянцевого рояльного лака, а из вот такого приятного матового неполированного шпона. Действительно классная отделка и точно такая же вставка идет через всю переднюю панель. Кроме того, после рестайлинга здесь появился вот такой руль с двойными спицами. Очень сильно смотрится. Но посмотрите, как шатаются вот эти накладки на спицах руля. Это сильно дешевит ощущение от автомобиля. И еще здесь можно найти какие-то не совсем приятные огрехи. В общем, Мерседесу нужно все-таки подтянуть качество. На нашем Е-классе нет мультиконтурных сидений. Это просто обычные кресла с электрорегулировками и памятью. Но, несмотря на отсутствие вот этой самой мультиконтурности, это все равно очень удобные сидения. У них такая ярко выраженная боковая поддержка. И она особенно агрессивно смотрится со стороны. Но ты сюда садишься и эти сидения тебя так нежно, плотно облегают. У них ровный, приятный профиль. Действительно классные кресла. И понятно, что геометрия посадки здесь тоже близка к идеалу. Цифровая приборка у Е-класса гораздо более функциональная по сравнению с BMW. И мне нравится, как она выглядит. Очень высокое разрешение. Красочная картинка. Причем вы здесь можете комбинировать кучу разной информации. И в каждой из колодцев, в левой и в правой, вывести именно те показания, которые вам необходимы. Плюс здесь есть четыре разные темы на выбор. В том числе вот такая наглядная классическая. Управлять этой приборкой нужно с помощью тачпада на левой спице руля. А с помощью правого тачпада можно бродить по мультимедийке. Сама мультимедийка мне нравится. Здорово здесь все нарисовано. Красивая графика. Видно, что дизайнеры работали над интерфейсом. Все понятно, все наглядно. Неплохой отклик. Кроме того, управлять этой мультимедийкой можно с помощью вот этого тачпада на центральной консоли. Но делать это гораздо менее удобно, чем пользоваться BMW-шной шайбой. Так что про этот тачпад хочется просто забыть и пользоваться только сенсорным экраном. Интерьер A6 это такое техно в царстве сенсоров. Здесь много металла, много углов, много граней и много сенсорных панелей. Здесь сенсорный блок климата. Два крупных тачскрина здесь на центральной консоли. И сенсорная здесь даже кнопка аварийной сигнализации. Если говорить строго, то, конечно, все это менее удобно по сравнению с физическими клавишами. Но смотрится все современно и технологично. Причем все сенсорные панели здесь с тактильной обратной связью, то есть с небольшой вибрацией в качестве отклика. И поэтому они максимально приближены к обычным физическим кнопкам. Это A6 в очень богатой комплектации. Здесь стоят мультиконтурные передние сидения с вентиляцией и даже с массажем. И, например, для пятерки BMW, в отличие от всех остальных, массаж недоступен в принципе. Здесь можно менять длину подушки, можно регулировать боковую поддержку и можно отрегулировать даже валики на самой подушке кресла. Но электрорегулировка подголовника для A6 недоступна. Мне нравятся эти кресла, нравится геометрия посадки, но моя главная претензия к расположению подлокотников. Если вот этот центральный еще можно отрегулировать, то подлокотник на двери расположен слишком далеко от водителя и класть туда руку неудобно. Виртуальная приборка на A6 тоже с широким функционалом, как и у Мерседеса. Куча данных у бортового компьютера, есть несколько тем, вот такая классическая, есть более спортивная. И можно вывести на весь экран карту навигационной системы. В общем, типичная современная цифровая приборка от VAGA. Теперь вкратце про все вот это сенсорное хозяйство. Нижний тачскрин отвечает за управление климатом, за включение подогревов и еще за некоторые другие функции. В принципе, пользоваться им удобно, дисплей шустро реагирует на нажатие, можно пользоваться смартфонными жестами в виде свайпов. И, как я уже говорил, приблизить вот эти сенсорные кнопки к настоящим физическим клавишам помогает тактильная обратная связь в виде небольшой вибрации. Такую же обратную связь дает и верхний тачскрин, который отвечает за основную мультимедийку. Здесь тоже все неплохо, хорошее разрешение, симпатичная графика, понятный интерфейс, множество возможностей, есть интеграция со смартфоном. Можно настраивать свои рабочие столы, как вам удобно. Но, что не очень приятно, картинка с камеры заднего вида у A6 похуже, чем у всех остальных участников нашего теста. Ну, а теперь, наконец, интерьер Genesis. И приятно, что на фоне немцев он ничуть не теряется. Ни по дизайну, ни по качеству. Действительно, здесь все классно выглядит. Красивая форма передней панели, изящный блок климата, приятная фурнитура, все вот эти клавиши, рычажки с таким аккуратненьким рифлением. Все это я уже отмечал в нашем тесте кроссовера GV80. А этот интерьер мне нравится даже еще больше. В первую очередь из-за того, что вот эта вставочка на руле, там на кроссовере она была из пластика, а здесь она обшита качественной кожей, и из-за этого руль смотрится гораздо богаче. И еще мне здесь больше нравится оформление и конфигурация центрального тоннеля и центральной консоли. Здесь нет на центральном тоннеле большой клавиши выбора ездовых режимов, а вместо нее аккуратненькая кнопочка. Ну и все это смотрится как-то более лаконично. Здесь такая дорогая кожа плотной выделки, приятное покрытие клавиш под алюминий. И даже вот эта нижняя часть передней панели, она тоже сделана из мягенького, приятного пластика. И обратите внимание, какие здесь добротные вставки из матового шпона. Все это очень здорово выглядит. И, кстати, смотрите, как аккуратненько вот в эту вставочку вписана кнопка запуска двигателя и клавиша аварийной сигнализации с таким аккуратным металлическим кантиком. И по эргономике этот интерьер продуман здорово. Здесь классная посадка за рулем, очень удобное кресло, у него есть множество регулировок, есть вентиляция, есть массаж, можно отрегулировать валики боковой поддержки, можно поменять длину подушки. И еще интересный момент, здесь в подушке есть пневмокамера, подкачку которой можно регулировать. Но к этому креслу у меня есть претензия. В отличие от немецких седанов, здесь нет продольной регулировки подголовника, и он довольно сильно вынесен вперед. Блок климата здесь наполовину сенсорный, причем у вот этого тачпада, который отвечает за включение подогревов, есть похожая обратная связь, как и на Audi A6. Цифровые приборы нарисованы красиво, причем мне особенно нравится, как изящно выглядит стандартная классическая тема. А вообще здесь оформление приборки меняется в зависимости от выбранного ездового режима. И есть фирменная фишка концерна Hyundai Kia, когда вы включаете поворотник, у вас в один из колодцев, либо в левый, либо в правый, выводится изображение с камеры, которое смотрит в мертвую зону. Здесь вот такая необычная шайба управления трансмиссией, и в принципе привыкаешь к ней быстро. А моя главная претензия к G80 касается управления мультимедийной системой. Я уже говорил про это в нашем тесте кроссовера Genesis GV80, и повторюсь, здесь вот эта шайба, которая отвечает за мультимедийку, она практически целиком утоплена в центральной тоннеле. Постоянно приходится что-то изобретать, что-то придумать, чтобы ее зацепить и прокрутить. Пользоваться ей неудобно, поэтому хочется воспользоваться напрямую вот этим сенсорным экраном, но, к сожалению, он установлен очень далеко от водителя. Кстати, диагональ этого дисплея аж 14,5 дюймов, но к нему нужно тянуться, и делать это на самом деле неудобно. Сама мультимедийка симпатичная, все красиво нарисовано, хорошее разрешение, множество всевозможных настроек, есть Apple CarPlay и Android Auto, классная картинка с камер кругового обзора, но, увы, пользоваться этим хозяйством неудобно. А теперь одна большая фишка интерьера G80, это роскошный второй ряд. На фоне немцев это практически настоящий представительский автомобиль. Посмотрите, у меня гораздо больше места в коленях. Кроме того, с оснащением здесь все очень хорошо, есть не только подогрев второго ряда, но и вентиляция, и, главное, электропривод. Это положение вот этих крайних сидений, можно принять вот такую расслабленную позу, причем диванчик такой мягенький, приятный. Самое тесное сзади у нас пятерка, потом идет E-класс, потом Audi A6, ну и безоговорочный лидер, это, конечно же, G80. Плюс у каждого пассажира здесь есть свой отдельный планшет с неплохой графикой, с хорошим разрешением. Отсюда можно, например, управлять музыкой или вывести сюда какой-нибудь фильм с флешки. Плюс шторки на окнах, задняя шторка с электроприводом, есть точно такая же, не совсем удобная шайба управления вот этими планшетами, как и спереди, и отдельная зона климата. Хотя, да, я признаю, что, например, у Audi A6 сзади две отдельных зоны, но все равно, если нужно ездить сзади или кого-то возить на заднем диване, то для этого нужно выбирать однозначно Genesis. Итак, давайте замеряем реальную динамику пятерки BMW, включаем режим спорт, один раз нажимаем кнопочку ESP и коробку в S. Старт с двух педалей, есть лонж-контроль, бодрый рывок, 5,5 секунд ровно заявлено, 5,75. И финальная попытка. Напористо, напористо пятерка разгоняется, 5,68. Хорошие цифры, и мы начали именно с пятерки BMW, потому что это у нас сегодня, можно сказать, печка, от которой мы будем плясать и на которую будем ориентироваться. С чего вдруг, спросите вы? Да потому что вот это поколение G30 по праву можно считать очень удачным, и поскольку базовые вещи в рамках рестайлинга не поменялись, пятерка, особенно в версии 530D, это, можно сказать, образцовый бизнес-седан. Это такая палата мер и весов в том, что касается движения и общей настройки. Итак, силовой агрегат. У пятерки идеальная связь по педали газа. Сочное, напористое, азартное ускорение. Такое ощущение, что автомат будто бы читает ваши мысли. Мне кажется, друзья, никто так до сих пор и не сумел настроить вот этот восьмиступенчатый ZF лучше, чем на дизельных BMW. Шустрые, логичные переключения. И при этом не грамма дизельного тарахтения. Серьезный, приятный баритон у этого мотора. Плюс минимум вибраций на холостом ходу. В общем, классный породистый силовой агрегат. И, конечно, шасси. Пусть пятерка не заигрывает с вами и не провоцирует. Здесь сдержанные реакции, есть легкий налет искусственности в усилии на руле. Но машину при этом ты чувствуешь очень и очень хорошо. И при желании на пятерке можно ехать быстро. У нее небольшие крены и она здорово собрана и надежно держится за траекторию. А самое главное, что вместе с этим машина дает вам очень приличный уровень комфорта. И вот это сочетание покоряет. Пятерка здорово справляется со всеми неровностями. Она словно привстает на цыпочки и парит над всем дорожным мусором. А когда надо, берет энергоемкостью и не боится даже разбитой дороги, на которой из Ешки, например, просто хочется выйти. Вдобавок, пятерка это тихая машина. Здесь хорошая шумоизоляция и от всего, что происходит снаружи, и от шинного гула. А тут ведь, между прочим, широченные 20-дюймовые покрышки. В итоге у меня просто нет к G30 ни одной серьезной претензии. Вот ни отнять, ни прибавить. На мой взгляд, пятерка это правильный бизнес седан, такой, каким он и должен быть. Но конкуренты ведь не стоят на месте. И чем черт не шутит, может быть в бизнес-классе все-таки появился новый идеал. И сейчас мы это проверим. Переходим к Е-классу, Е350D. Проверяем динамику. Режим Sport Plus, старт в две педали. Поехали. Заявлено, насколько мне удалось найти 5,7 секунды. 7,97. Ох. Еще раз. Вот сейчас чуть пободрее удалось стартовать. 7,35. Вот эти цифры уже не впечатляют. Да и сама настройка силового агрегата получилась такая, скорее, флегматичная. Кто-то скажет, что это такая мерседесовская фишка. Но в любом случае, чтобы Е-класс поехал, педаль здесь нужно продавить как следует. Вроде бы серьезный мотор. 3 литра, 6 цилиндров. Все так же, как у пятерки. Но если там в динамике чувствуется азарт, то здесь, увы, никакого вау-эффекта. Все происходит как-то обыденно. Да, коробка работает четко. Тяги под педалью хватает. Можно включить спорт режим, но все равно не цепляет. И если, например, у пятерки мотор приятно звучит на разгоне, то здесь голос у двигателя менее интересный. И в целом, на фоне вот этой всей картины возникает вопрос, о котором в пятерке ты вообще не задумываешься. А стоит ли, в принципе, переплачивать за этот большой дизель? На мой взгляд, управляемость вот в каком-то смысле фишка 213-го. Тут хорошее усилие на руле, приятные реакции. Причем Ешка очень надежно держится за траекторию. Но не все так однозначно. Потому что и крены заметные, и есть даже какая-то определенная неточность. Вот в этих реакциях вроде бы ты повернул, а спустя мгновение Е-класс взял еще круче. А в пределе, если поехать действительно быстро, то Мерседес за BMW просто не успеет. Но если не заниматься гонками, то рулежка здесь мне нравится. Причем Е-классу, в отличие от всех остальных участников нашего теста, абсолютно наплевать на рельеф и на колею. Да, пятерка ее тоже практически не замечает, но Е-класс в самоуспокойстве. На любой скорости он идет по прямой прям железобетонно. Настоящий автобанный автомобиль. Хочется выехать на какую-нибудь платную трассу и мчать, мчать, мчать. Но вот с ездовым комфортом хочется что-то сделать. Увы, несмотря на рестайлинг, 213-й по-прежнему едет слишком тряско. Я уже говорил об этом в нашем отдельном видео про этот обновленный Е-класс. Да, подвеска работает собранно, но в городе Е-шка замечает слишком много неровностей и замечает их грубо. Стыки, продавленные люки. Вот на всем этом хозяйстве машина тебя слегка постоянно пинает. И особенно это заметно на фоне мягкой и плавной пятерки. И шумоизоляция. Уж не знаю, виноваты ли в этом ранфлеты, хотя и BMW тоже на них. Но факт остается фактом. В Мерседесе шины шумят заметно сильнее, чем в BMW. Как-то это не совсем премиально. Теперь Audi A6, включен режим Dynamic, ESP отключена. Будем стартовать в две педали и посмотрим, включится ли у нас лонч-контроль. Есть лонч, поехали. Заявлено 6,1 секунды до сотни. Бодро. 6,37. Еще раз лонч. Поехали. Да, мне нравится, как Audi разгоняется. 6,73. Как видите, в пределе A6 едет неплохо. Но настройка вот этого силового агрегата явно оставляет желать лучшего. И мне она нравится гораздо меньше, чем, например, у версии 45 TFSI Quattro. С бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом. Такая машина, напомню, уже побывала на нашем канале. А здесь вот этот 8-ступенчатый автомат, ну, словно уснул. Хотя это та же самая коробка ZF-8 HP, что и на пятерке. Но если там у тебя есть хорошая связь с машиной по педали газа, то здесь напрягают откровенные задержки в откликах. Ты нажимаешь на педаль, ничего не происходит. И потом, может быть, спустя секунду коробка, наконец, сообразит и машина поедет. Причем кардинально динамический режим ситуацию не меняет. И вот эти заминки у A6 остаются. И это очень обидно. Ведь когда машина, наконец, сообразит, что от нее хотят, то едет она действительно бодро. А главное, что по шасси. A6 это мой фаворит в сегодняшнем тесте. Это живая, азартная машина. Ощущение такое, что это не большой бизнес-седан, а какой-то юркий, проворный ход хэтч. Настолько задорно, настолько весело шестерка ныряет в повороты. Здесь самое искреннее, самое честное усилие на руле в нашем тесте. Самые живые реакции, небольшие крены. В общем, здорово, здорово настроено это шасси. И при этом никаких компромиссов по плавности хода и по общему комфорту. Практически по всем неровностям A6 едет дорого, благородно, собрано, с хорошей шумоизоляцией. По-моему, ничуть не хуже, чем пятерка. Но, к сожалению, назвать вот эту версию 45 TDI по-настоящему приятной и гармоничной я не могу. Именно из-за неудачной настройки силового агрегата. Ну и, наконец, наш красавец-новичок Genesis G80. Выбираем спорт режим и замеряем разгон до 100 км в час. Старт в две педали. Поехали. Заявлено 6,5 секунд до сотни. 7,4. Еще раз. 6 тысяч переключения. 7,29. Удивительно, но Genesis едет не медленнее, а иногда даже чуть быстрее, чем наш сегодняшний дизельный E350. Да, по сравнению с остальными конкурентами, в пределе цифры у этого автомобиля поскромнее. Но не подумайте, что это превращает G80 в какой-то медленный автомобиль и создает проблемы. Нет, корейский автомат настроен хорошо, он не суетится, вовремя переключается. Плюс у мотора здесь все-таки есть тяга снизу, и поэтому, в общем, за педалью G80 следует неплохо. Да, это не такая же, может быть, идеальная связь, как в пятерке, но ехать удобно. И вы знаете, мне нравятся ощущения от этого разгона. Я-то думал, что сейчас сяду сюда, и корейские лошади окажутся какими-нибудь дохлыми на фоне немецких. Но нет, ты нажимаешь, и G80 едет. А в спорт режиме отклики на педаль газа получаются чуть ли не азартными. Еще этот силовой агрегат отлично развязан от вибраций. Причем это не только на фоне сегодняшних дизельных немцев, а это в абсолюте очень добротный уровень. Так что с мотором тут, по сути, одна единственная проблема – это его расход. Если в дизельных немцах его легко можно уложить, скажем, 10 литров на сотню, то здесь стоит поехать чуть активнее, и 15 литров, а то и больше, вам обеспечено. Кстати, тормоза здесь настроены хорошо. Во-первых, они достаточно эффективные. А во-вторых, ведь эта машина единственная в тесте с электрогидравлическим усилителем тормозов, который очень непросто нормально настроить. Однако здесь на педали хорошее плотное усилие. Но лично у меня после теста кроссовера GV80 главный вопрос вот к этому седану – это в первую очередь вопрос к настройкам подвески. Потому что я отлично помню, как в целом приятный кроссовер огорчил плавностью хода. Даже небольшой стык, какая-то совершенно обычная с виду неровности, задняя подвеска там словно рассыпалась. Не было ни собранности, ни энергоемкости, а вместо этого GV80 вибрировал и даже спрыгивал с траектории. К счастью, здесь эта проблема выражена не так критично. Хотя GV80 все равно теряет траекторию на стыках в повороте. Иногда на неровностях по остре пробегают намеки на какие-то вибрации и на недостаток энергоемкости. Но с этим в целом уже можно мириться. И сейчас я объясню почему. Потому что в GV80 есть приятное ощущение спокойствия и тишины. Все-таки с большинством городского рельефа эта подвеска справляется неплохо. А в комфортном режиме есть даже такая приятная вальяжная раскачка на волнах. GV80 так дышит, словно представительский седан. Не нравится? Пожалуйста, можно включить режим спорт. И тогда адаптивные амортизаторы сделают эти колебания поменьше. Управляемость здесь взрослая, с выдержанными точными реакциями. Хотя, конечно, здесь нет такого же азарта, как, например, в Audi A6. Усилие на руле далеко не такое прозрачное. Но машину ты чувствуешь хорошо и поворачивает GV80 надежно. Но все-таки, когда ты пересаживаешься в эту машину, например, из пятерки, то ты понимаешь, что этому шасси не хватает какой-то статусности, какой-то статности, может быть, какого-то жирка и такого прям дорогого, увесистого хода. Все-таки по этой части, по породе, корейцам к немцам еще предстоит подтянуться. Но здесь очень неплохая шумоизоляция. По кругу на G80 стоят двойные стекла. И уровень шумоизоляции здесь максимально близок к пятерке и к A6. И уж точно Genesis тише Мерседеса. В итоге под G80 у меня складывается вполне позитивная и гармоничная картинка. Эта машина здорово выглядит, мне нравится этот интерьер с роскошным задним диваном и кучей опций. И главное, что на ходу Genesis не ощущается дешевым. Хотя да, он, конечно, не без шероховатости. И мне кажется, что если абстрагироваться от статуса бренда, то у корейцев получился вполне интересный конкурент большой немецкой тройки. А теперь попробую сформулировать общие выводы по нашему сегодняшнему тесту. Пятерка. 530D X-Drive это по-прежнему золотой стандарт в классе. Машина, к которой минимум вопросов. И да, может быть внешность и интерьер уже устарели, но общий уровень очень хорош. A6 однозначно цепляет своим живым и азартным шасси. Во всяком случае, вот с этой подруливающей задней осью. А вот версия 45 TDI меня как раз не зацепила. Но будь у нас сегодня на тесте A6-45 TFSI, ее я бы, наверное, поставил на один уровень с BMW. Про Genesis я уже все сказал. А о Mercedes, ну, во-первых, E-класс, на мой взгляд, неоправданно дороже всех остальных. Хотя да, и в нем можно найти какой-то свой характер. Вот в этом интерьере, в этой железнодорожной устойчивости напрямую. Но от Mercedes мне в первую очередь хочется больше комфорта. Вот такие выводы, друзья. Спасибо вам большое за просмотры и поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим взглядом на бизнес-класс. Какой из этих четырех седанов по душе именно вам и почему. И, конечно же, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки, пишите ваши пожелания по поводу следующих тестов. И до встречи, как всегда, через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok